Событие номер один по итогам февраля в масштабах государства и самое яркое приключение в жизни для Елены Ломовой. Наша коллега стала лауреатом журналистского конкурса «Правда и справедливость» и участником Всероссийского медиафорума ОНФ в Калининграде. Программа форума была насыщена и включала в себя не только награждение победителей. Медиафорум проходил в спорткомплексе «Интарный». Программа форума была очень-очень насыщенной. Мы говорили о журналистике будущего, о новых вызовах в профессию журналиста, о новых технологиях в медиасфере, о соблюдении прав журналистов и проблемах региональных и местных СМИ. Надо сказать, что для меня было особым откровением то, что действительно Всероссийский народный фронт проводит такую работу, которая дает реальные рычаги для журналистов на месте менять ситуацию в регионах и на местах. Такие проекты Народного фронта, как молодежка ОНФ, экологические проекты, касающиеся свалок, за честные закупки, они реально работают сегодня. Конечно, неизгладимое впечатление произвела встреча с президентом. Через экран телевизора наблюдать за пресс-конференцией – это совсем не то, что быть реальным участником событий. Жаль, что задать вопрос лично Владимиру Путину Елене не удалось. Мне очень повезло, я сидела в том секторе, где сидел и Владимир Владимирович Путин. Я его очень хорошо видела, сидела на пятом ряду. И там, в общем-то, встреча проходит по сценарию, но в один прекрасный момент президент встает, поворачивается к тем, кто сидит сзади в его секторе и выбирает людей для того, чтобы спросить вопросы. Ну и мне даже удалось пару раз встретиться с взглядом, как мне показалось, с нашим лидером. На самом деле ощущение от его присутствия на форуме можно выразить одним словом – наполненность. Я потом видела много комментариев коллег, и многие именно это слово употребляют наполненность, когда он вошел вот в этот зал. Две главные цели современной журналистики – это правда и справедливость. Эта мысль прослеживалась в каждом выступлении на медиафоруме. В Калининграде собрались те журналисты, которые не боятся решать проблемы, которые открыто говорят о них. Именно такую журналистику сегодня поддерживает государство. В этот народный фронт я даже не знала, что действительно существуют такие реальные рычаги, которые можно использовать журналистам. Я просто призываю нашу молодежь, наших журналистов включаться, очень активно включаться в проекты Общероссийского народного фронта. Не бояться, потому что у Общероссийского народного фронта есть реальные рычаги защиты своих активистов, журналистов, защиты непосредственной. Общероссийского народного фронта